Доброе утро, дорогие друзья! Завершила свою работу первая сессия 5-й школы социального предпринимательства. Она прошла в начале марта в городах Антемансийск, Нижневартовск, Сургут, Нягань и Югорск. Затем эстафету приняли Междуреченский, Радужный, Лентор и Нефтьюганск. Подвести итоги мы пригласили исполняющего обязанности генерального директора фонда поддержки предпринимательства Югры Романа Колупаева. Доброе утро! Ломан, 5-я школа социального предпринимательства установила своеобразный рекорд, насколько нам известно, по количеству участников. Так ли это? Да, мы получили 550 заявок на обучение. Ну, конечно, не все до конца дойдут, но, в принципе, да, мы видим, что заинтересованность очень большая. А почему, если бывает такое, что не доходит? По желанию самих участников? В первую очередь, их желание создать свой бизнес. Мы не можем их заставить создать. Нет, я понимаю, но отсеиваются. Почему? Потому что, понимая, что они представляли себе одно, а на практике это совсем другое. Безусловно, это, конечно, риски взвешивают, риски старта именно сейчас, потому что некоторые проекты сейчас не готовы к запуску, потому что либо нормативная база, либо еще сами потребители не готовы к этой услуге. Поэтому здесь надо все взвесить, написать финансовый план и попробовать его либо стартануть, либо его отложить. Это одни из условий поступления в школу, да? Это обязательно. То есть все должно быть готово. Все участники приходят уже с проектом готовы. Нет, сейчас модное слово «стартаперы». Многие приходят просто с идеей, некоторые приходят просто с желанием, некоторые приходят уже с конкретной идеей и желанием. То есть вот наша задача привести всех... И даже с кубышкой, в которой есть деньги для начала. Наша задача привести всех к общему знаменателю и к концу школы выпустить всех в однаковом состоянии. Предприниматель, действующий, так называемый стартап. А были ли те, кто приходит во второй раз? Вот это уже пятая школа была? Кто-то был в четвертый, сейчас на пятую пришел или в первую, а потом в пятую пришел? Ну, из четвертой школы у нас не было, но из второй школы, да, были заявки у нас. Были заявки, да? Вы их допускаете? Мы допускаем, да, таких предпринимателей, ну, либо тех, кто желает стать. Ну, я думаю, что тут сами они решат стартовать им или не стартать. Может быть, пришло их время. Мы знаем даже, что наши коллеги, журналисты, да, из одной из окружных газет тоже заявились уже. Да, у нас такой эксперимент по городу Сургут, журналист Сургутской трибуны решила пройти сама всю школу. От и до. От и до, и да, писать изнутри, так называется. О, пожелаем успехов нашей коллеге. Ну, первая сессия завершена, да, в чем она заключалась? Первая сессия – это основы, это мы давали понимание, ну, то есть определение социального предпринимательства, давали им… Да, больше теории, то есть. Основы, да? Давали им понять, в чем состоит все-таки их проект. То есть у них больше мысли, больше идеи, а мы их структурировали, создавали ее, вот пытались… А вот это понятие «краш-тест» – это в первой сессии? Краш-тест – это в конце первой сессии проходит. Это вот такой, ну, в хорошем смысле холодный душ. То есть мы приземляли предпринимателей, задача, наша задача – не создавать такие проекты, которые… Чтобы иллюзий не было. Да, которые летят в космос. Задача их, чтобы они были приземлены, чтобы они были, по расчетам, они были приближены к реальности. Поэтому специалисты организации инфраструктуры, действующие предприниматели, социальные и несоциальные, давали обратную связь. То есть мы очень в простом диалоге, как вот в лифте, пять минут проговаривали суть бизнес-идеи, давали обратную связь. Ну и, как, крайне мере, мы хантом-массейски участвовали, очень многие понимали, что уже на самом начале они уже не туда идут. То есть мы их уже направили в нужный… Ну это важно, это же важно, чтобы не зайти глубоко в ошибочном направлении. А когда состоится следующий этап школы? У нас раз в три недели проходят мероприятия, то есть на протяжении четырех месяцев мы будем проводить сессии. Сейчас у нас запускается новация этого сезона – это отраслевые курсы. Мы совместно с фондом оригинальных социальных программ разработали отраслевые курсы. Это когда практики, уже действующие на рынке, достаточно плотно стоящие, продающие свои франшизы, социальные предприниматели, когда даже еще не говорили про это слово «социальные предприниматели», они уже тогда были. А бизнес у них уже действовал, да? Да, это уже, ну действительно, корифеи, и они приедут и поделятся практикой, как правильно, ну как они к этому пришли, какие ошибки они по пути. Это когда проект стартует завтра? Это уже, да, завтра начинается, да, то есть вот сейчас мы этой неделе мы прилетим весь округ, пройдем сквозным маршрутом, поэтому всех приглашаем, на сайте фонда поддержки предпринимательства есть информация. Какие города затронете? Нижневертос, Сургут, Ханты-Мансис, Княгань. У нас весь, все проедем по пустому миру. Все по расписанию, по графику нужно искать на сайте фонда поддержки предпринимательства. Информация есть на сайте. Можно сразу записаться, чтобы с вами связались. Участие бесплатное. Глаза загорелись, да? Ну а что, тогда и бог нам в помощь. Так, и еще один проект, который был «Социальный полигон». В чем он заключался, в двух словах буквально, и каковы результаты сейчас, которые уже, можно сказать, как он сыграл? Да, мы его запустили в этом году первый раз за всю историю. В семи городах, да? Да, это работа с потенциальными предпринимателями, это работа со студентами, с выпускниками, со школьниками потенциальными. То есть, задать такой тренд, да, чтобы у них было желание потом прийти в школу. Ну, 500 человек мы запустили на эту площадку, провели с ними и бизнес-игры, проговорили о возможностях, которые государство на сегодняшний день дает в развитии в этом направлении. Мы немножко в следующем году докрутим, все-таки со студентами, наверное, пока рано работать, именно как с предпринимателями, но будем работать в направлении развития волонтерского движения. То есть, это важно. Социальные предприниматели, ну, очень высокая вероятность выхода социального предпринимателя именно из волонтерских направлений. Но там уже, это же умение работать в команде, правильно, и как раз вот это обмен идеями. Умение формировать проект, то есть, здесь вот как раз оно совпадает. Роман, направлений много, проектов огромное количество, мы желаем успехов. и тем, кто поступил в пятую школу социального предпринимательства, и всем, кто задумывается, а не стать ли социальным предпринимателем. Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо.